Винстон! Хе-хе, у тебя любимый! Хе-хе, ты жизнедеющий! Ой, это не время, чтобы стоять вокруг! Береги! Ха, у меня это под контролем! Как смешно! С вами Ялл, добро пожаловать на обзор мода! Да, вы не ослышались, сегодня у нас будет обзор мода в Майнкрафте. Ох, как же давненько у нас не было обзоров модов. Те подписчики, которые довольно давно подписаны на мой канал, ребят, вам большое спасибо, что продолжаете смотреть. Возможно, вы помните, что начинал я как раз-таки с обзоров модов. Да, первое видео на моем канале были именно обзоры модов. И что ж, сегодня я решил сделать небольшой, знаете, флэшбэк в это время. Не думаю, что у меня получится хорошо сделать обзор, но я постараюсь. Друзья, свершилось событие, очень хорошее событие в мододелании в Майнкрафте. Я не знаю, как это по-другому назвать. В общем, вышел офигенный мод, который называется Майнвотч. И те, кто из вас еще не знают, у меня есть второй канал, на котором я снимаю игру Overwatch. Это очень популярная игрушка, очень классная игра от компании Blizzard. И, друзья, если вы хотите смотреть ролики не только по Майнкрафту, то вы можете посмотреть их по Overwatch на втором канале. Ну, там, кстати, не только Overwatch, другие игры тоже будут и есть. Но сегодня мы сконцентрируемся конкретно на Overwatch. Если вы не знаете, что это такое, что это за игра, можете погуглить, посмотреть, можете подписаться на мой второй канал. Вы там тоже все это дело увидите. Так вот, я довольно давно наблюдаю за этим модом. И, если честно, первый раз, когда я его установил, он был доступен, по-моему, для версии 1.9. Или что-то вроде того, несколько месяцев назад, по-моему. Если я не ошибаюсь, я его пытался поставить. И он работал, ну, немножко, вернее, мягко сказать, кривовато. То есть он был недоделанный, он был какой-то, эх, такое. Но сегодня, не знаю, что меня сподвигло посетить страницу этого мода, и скачать его, и посмотреть. Я увидел, что он доступен для последней версии 1.12.2. Я его скачал, установил, и это просто что-то. Во-первых, смотрите, что нам предоставит этот мод. Мы нажимаем E-инвентарь, и вот здесь сразу есть такая вот вкладочка, Mine Watch Tab. Нажимаем на нее, и, пожалуйста, у нас тут зиньята. Ну, правда, с ногами, а зиньята обычно как бы летает, я это называю, летает на своей попе. В общем, смотрите, чисто Tab, Mine Watch, здесь есть карты, здесь есть Hero Gallery, то есть выбор героев. Здесь есть опции, ну, или настройки, и, ну, эта кнопка, если вы хотите отправить карту, если вдруг вы сделали карту. Давайте начнем с первой кнопочки, это Maps, то есть карты. Подразумеваются карты, сделанные в Майнкрафте, те, которые есть в Overwatch. Итак, прямо сейчас, это вот первая карта из десяти, это Eichenwald. Прямо сейчас я на ней нахожусь. Очень классная карта, она, конечно, не полностью перенесена, то есть вот здесь, допустим, у нас нет прохода. Вон там у нас тоже, ну, те, кто играет в Overwatch, знают карту Eichenwald, вы поймете. Вот здесь тоже нет первой точки спавна, но зато есть вторая и третья, то есть это тоже очень, очень круто. Очень круто все перенесено, сделано, ну, реально классно, то есть карты, топчик. Давайте идем дальше. Здесь есть Ilios, смотрите, просто, ну, реально один маяк, пожалуйста, один в один карты как, прямо как в Overwatch, серьезно. Ханамура, тоже очень похожая карта. Некрополис, то есть Некрополь, это, в общем-то, карта для дуэлей. Черный лес, тоже для дуэлей. Джанкертаун, да, это же Джанкертаун? Да, это Джанкертаун. Экопоинт Антарктика, одна из моих любимых карт, я уже ее тоже скачал. Эта карта тоже преимущественно для дуэлей делалась, один на один. Кастильо тоже. King's Row, одна из моих любимых карт вообще, в принципе, в Overwatch. Очень классная карта. Шатоги Яр, тоже карта для схватки. Если знаете, если смотрели, режим такой схватка, где каждый сам за себя, ну, или Free For All. Ну и, собственно, вот, вот 10 карт, целых 10 карт уже есть. Это, ну, не знаю, это, в общем-то, только начало, друзья. Сейчас вы увидите кое-что действительно внушительное. Действительно, вот прям, я не знаю, это, это шикарно. Мы переходим к героям. Смотрите, здесь у нас уже Гензи, смотрите, какой скин. Видите, у него сюрикенчики здесь есть. Нажимаем на героев, и просто смотрите, что в этом моде. Как это все можно было сделать, я не знаю. Это шикарно. Мы пойдем по порядку. Здесь доступно целых 17 героев из Overwatch. Почти все, ну, как почти, всего, по-моему, сейчас 26 героев в Overwatch. Естественно, у всех героев есть способности. Сейчас вы все увидите. Но не все способности по полной работают, так сказать. То есть не все способности работают у некоторых героев. Давайте начнем с Аны. Итак, это мало того, ребят, здесь есть скины. Здесь есть скины, черт возьми, скины! Как? Ё-моё! Это просто, я не знаю, это реально фанаты Overwatch сделали такой мод на Майнкрафт. То есть два классических скина. Давайте возьмем пока классический. Нажимаем. Нажимаем. И смотрите. Что происходит? Нам выдали пушку! Как у Аны! У нас есть прицел! Как у Аны! Мы стреляем... Это просто... Ну, я не знаю. Я не знаю, что говорить. Иконка слева внизу. Просто все способности. Смотрите. Ах, мне нравится этот мод! Мне очень нравится. Окей, смотрите. Здесь есть... Здесь есть способность усыпления. То есть транквилизатор. Лэфт меню это у нас альт. У меня это альт. С это С. То есть видите, С и перечеркнуто С. Это недоступная способность. Пока что еще в моде она не реализована. То есть это банка Аны. Банка бабки, как некоторые говорят. Да, это вот эта баночка, которая выхиливает противника. И занижает получаемое исцеление... Точнее, занижает исцеление у противников. И выхиливает союзников. Она пока недоступна. У нас пушка на 10 патронов, да. Точнее, зарядов таких. И... Смотрите. Нам нужно... Нам нужен какой-то подопытный. Я вот здесь... Я вот здесь закрыл немножко мобов. Здесь должны быть мобы. Мобы. Вы где? Мобы! Я же закрывал здесь мобов! Где они? Черт возьми, куда они делись? Они куда-то ушли. О, нет. Они куда-то ушли. Окей. Окей. Нам придется зайти в гамме моды. И сделать самим себе подопытных зомби, например. Зомби. Обычный зомби. Да. А, они же будут гореть. Черт возьми, они будут гореть. О, нет, 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 нет. Они сейчас горят. Ну, не важно. Давайте вот... Мы можем зайти просто в дом. Смотрите, можем зайти просто в дом. Сюда. И здесь их немножко наспавнить. Теперь зайти обратно в гейммод 0. Смотрите, вот видите зомби, да? То есть, во-первых, мы можем... Во-первых, у нас отображаются иконки критического урона. Это просто шикарно. Можем стрелять в зомби, и у Анны наносится периодический урон. То есть, мы стреляем, и урон наносится периодически. Мы можем стрелять с прицела. Кстати, здесь нереализованный хитбокс. Вот, пожалуйста. Мы уничтожили зомби. Здесь даже иконка уничтожения персонажа работает. Это просто шикарно. Давайте протестим, знаете, давайте протестим слип. Смотрите, мы просто кидаем слип, и зомби засыпает. Правда, его другой зомби двигает. О, пош. То есть, у нас откатывается способность. Нам бы что-нибудь покушать, на самом деле. Вот она откатилась. Мы снова используем слип, и зомби просто засыпает. Также переданы все звуки. Все, все работает. Это, я не знаю, это сделано просто шикарно. В принципе, что еще на Анну могу показать вам? Пока работает только слип, банки этой нет. Одиннадцать секунд у нас. Время восстановления способности. Окей, ну, в принципе, понятно, да? То есть, берем другого героя. Например, гензи, да? Следующий у нас гензи. Также есть скины. Смотрите, сколько скинов крутых. Анизи. О, боже, меня кто-то уже начал бить. О, черт, уходим. Мне нужно, знаете, что? Давайте дефекути ноль пока что поставим, чтобы я мог отхилиться. А потом все вернем. Зомби у нас так есть. Все. Окей, гензи. Следующий у нас гензи. Это мы пока уберем. Чтобы выбрать гензи, мы выбираем. Допустим, выбираем скин классический. Здесь даже hero-инфо есть! Офигеть. Ну, они вставили скриншот из игры. Прямо вот так. Класс. Класс. Это просто шедеврально. Ну, понятно, да? То есть, это реальный гензи. Смотрите, у нас есть двойной прыжок. Прямо как у гензи. И звук. И, блин, мы можем карабкаться по стенам. Мы карабкаемся, черт возьми, по стенам, как в Overwatch. Ох, я не знаю. Это шикарно. Райт-клик у нас это по три сюрикена кидать. Лэфт-клик это у нас кидать... Все как гензи, ребят. Мы можем отражать атаки. Мы можем использовать blade. Осталось только, знаете, спрей сделать. Чтобы можно было на Т ставить спрей на стене. И вот это будет просто шикарно вообще. То есть, это, я не знаю, это идеальный мод. Давайте мы снова поставим... Поставим пару зомбятинок и скелетона. Нам нужно протестировать отражение, да? Ведь обязательно нужно протестировать отражение. Допустим, поставим здесь скелетонов. Здесь мы поставим зомби, чтобы потестить сейчас урон. И, собственно, все. Заходим обратно в гейммод 0. То есть, мы просто можем кидаться в этих зомби. С сюрикенами. Также райт кликом. В принципе, довольно долго нужно швыряться в них. Смотрите. То есть, мы можем использовать blade. Через всех. Я не знаю, это... Это что-то с чем-то, ребят. Просто вот минус 3. Да, пацаны? Triple kill. Я не знаю, это шикарно. Давайте потестируем отражение. Отражение можно потестировать. У меня снова что-то с голодом, что ли? О, вот-вот скелетон нас стреляет. Мы можем немножко от него сначала уйти. На C у нас отражение атак. Смотрите, вот он стреляет. И... Сейчас он будет стрелять снова. О, что? Мы не смогли отразить. Мы не смогли отразить только что его стрелу. Стрелы. Стрелу. Нет, реально не отражает. Блин, плохо. Плохо. А вот это, кстати, не очень хорошо. Ну, ничего. Ничего. Возможно, это исправят. Да, не отражает точно. Окей. Ладно, ну что ж. Отражение пока не работает, но ничего. Я думаю, со временем они это все сделают. Все другие способности работают шикарно. Просто... Я не знаю. Особенно дэш. Мне очень нравится дэш. Можно карабкаться по стенам. Дэш юзать. Давайте переходить дальше. Я, кстати, сегодня не покажу вам всех героев. Да. Немножко дозируем. Дозируем чуть-чуть. Я покажу вам первую полоску. Наверное. То есть, продолжим мы вот с этих героев в следующем видео. Ханза. Ханза это тоже один из персонажей... Ну, так сказать, ДПС, да. Те, кто наносит урон. Давайте вот этот... Казуал. Новый скин. Даже новый скин есть. Офигеть. Все понятно. Смотрите, как мы выглядим. Нам выдали крутейший лук. У нас прицел, как в Overwatch. Мы можем тоже... Тоже карабкаться умеем. По стенам. Прямо как в Гензи. Даже звук есть. Все. Просто шикарно. Кстати, нам стрелы для нашего лука не нужны. Совершенно. У нас есть свои стрелы. Например, у нас есть стрела, которая... Отмечает противников. Как вам, а? Как вам, ребят? Как вам? Вы просто посмотрите на это, черт. Он идет за мной. На тебе, по лбу. На тебе, минус. Уничтожил скелета. Черт, у меня полтора сердца осталось. По зомби так. Пил. Это хэдшот, друзья. Это хэдшот. Офигеть. Это просто шикарный мод. На самом деле, я уже столько разных вариаций подумал на тему новых видео по этому моду. То есть, мы бы могли устраивать дуэли. Мы бы могли устраивать разные, не знаю... Не знаю... Схватки. Возможно, команда на команду. В общем, было бы очень круто, друзья. Поэтому, я надеюсь, вы оцените это видео своим лайком. Напишите в комментариях также. Так, смотрите. Давайте еще одну способность вам покажу. Это С. Натягиваем стрелы. И стреляем. То есть, вы видели? Эта штука наносит большой урон сразу многим противникам. Вот здесь просто стрела. Класс. Еще этот звук, когда ты убиваешь кого-нибудь. Ну, сейчас она не разлетелась, потому что я попал в... Ну-ка, иди отсюда, маленький зомбенок. Ты чего за мной ходишь? Я не могу вскарабкаться. Черт. Вот так могу. Фил. Хедшот. Блин, это... Ну, это на самом деле очень круто работает. Давайте у нас также есть отметка. Допустим, я хочу отметить, узнать, где мои противники. Хоп. Все отмечено. И теперь кидаем скатер. Допустим, прямо вон туда. Бам! Разлетелись стрелой, мы кого-то уничтожили. Окей. Ну что ж, с этим героем, наверное, все понятно. Да? В принципе, все не сложно. Так, а кто там за нами? Просто хоп, забрались. Все, зомби нас не достанут. Давайте идем дальше. Идем дальше. Эту карту не надо. Идем дальше. У нас Макри. У Макри тоже куча разных скинов. Берем стандартный. Мне, кстати, стандартный очень нравится. У Макри, к сожалению, нет флешки. Да? То есть, флешки нет, это очень плохо. Зато у Макри есть вот эта штука. Когда мы просто разряжаем всю обойму. Также у Макри есть перекат. То есть, перекат, который делает возможность тоже зарядить всю свою... Весь свой барабан, так сказать, да? То есть, мы можем просто стрелять лэфт-кликом. Мы можем стрелять, разряжать всю обойму. Допустим, мы постреляли, перекатились. И у нас снова вся обойма. 6 секунд нас КД. В общем, такой вот Макри. Тоже есть пушка. Очень классно это все... Не, ну я не знаю. Нарисовано и смоделировано все очень круто. Допустим, я сейчас разряжаю всю обойму. Перекатываюсь. Снова разряжаю всю обойму. Минус 3. Добиваю последнего. И все. Окей. Что ж, с Макри тоже все понятно, в принципе, да? То есть, жалко, конечно, что у него нет флешки. Еще не доделано, наверное, не разработали мы. Макри тоже любит гнилую плоть, поэтому это нормально. Итак, следующий герой у нас Жнец. Я знаю, многие из вас любят Жнеца. Здесь есть вот такой скин Стужа. Вот такой вот скин у меня в основном и Овервотч стоит. То есть, тут тоже все шикарно. Тут просто... Жнец, конечно, большой любитель. По-моему, большой любитель гнилой плоти. Поэтому подкрепимся немножко. Давайте расставим еще, допустим, скелетончиков и зомбятинки чуть-чуть, чтобы мы могли дальше потестить, как наносит урон Жнец. Побольше, чтобы было, да? Окей, так. И, допустим, начнем отсюда. Вот так, все. У Жнеца, кстати, все способности доступны. У нас есть телепорт на С. То есть, мы можем выбрать место. Даже вот такой штукой все отмечается. То есть, прямо вот куда телепортироваться. Мы можем отменить. Мы можем телепортироваться на Лефт Клик. Ну, шикарно. Давайте уничтожим этого зомби. Кстати, урон довольно большой у этих дробовиков. Перезарядка. Урон очень большой. Мы, по-моему, гораздо быстрее убиваем зомби. Они все сюда идут. Смотрите, мы такие, бамс, и телепортируемся прямо на эту штуку. Хоп! Хоп! И мы уже здесь. Хе-хе-хе. From the shadows. Класс. И можем прямо отсюда их тушить все. Что там стоишь, а? Иди сюда. Минус один. Также у нас есть С. То есть, которая... Наша... Называется У Жнеца. Я не помню. Можно же посмотреть, да? Тут же есть Hero... Hero штучка. Reaper. Hero Info. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ эту штуку уход в тень да это уход в тень называть я вспомнил все че я буду смотреть уход в тень по моему это называлось 2 секунды к.д. и когда вы кстати уходим в тень нам не наносят урон допустим смотрите сейчас мы получаем урон получаем урон получаем вот нас бьет зомби мы такие бамсы уходим в тень и урон уже не наносится все очень круто реализовано телепортироваться тоже очень классно бам-бам мы уже hop и телепортировались другое место жнец эти полностью сделан да ну что давайте смотреть последнего героя это у нас рейнхард да тот самый огромный огромный чувак с молотком сразу навернул молотком рейнхард у него нет способности щит и у него нет способности пригвоздить да то есть ехать это было бы очень классно если можно было пригвоздить хотя бы я даже не знаю но надеюсь автор этого мода конечно же доделают способности этим героем зато него есть c то есть можно швыряться этой штукой огненный по моему называется огненный удар или типа того квинта полку и а так швырнули еще разок в общем вот как то так да как то так это все работает блин мне очень нравится очень нравится этот мод он действительно классно сделан зачем я выпал мойра токин не знаю картошка rain любит картошку ну такое у меня уже пол стака гнилой плоти что ж друзья пожалуй на этом все рейнхарда кстати надо бы побольше знаете сделать по габаритнее и чтобы он мог ставить щит ну было бы очень круто друзья на этом все пока что на сегодня на этом все показал вам первую линию вот этих героев если вам понравилось обязательно поставьте лайки напишите в комментариях хотите ли вы больше видео с этим модом я думаю было бы круто записать разные дуэльки возможно с кем-то из ребят также может быть схватку то есть да каждый сам за себя тоже было круто или собраться допустим три на три и сыграть ликвидацию 3 против троих на какой-нибудь эко-поинт антарктика моей любимой карте что ж первая полоска героев вот такие вот герой если вы хотите продолжение хотите увидеть всех остальных героев как они здесь реализованы поставьте лайки напишите об этом в комментах буду очень рад всем большое спасибо за просмотр и пока друзья